Привет, друзья мои! Сегодня я вам предлагаю разговор на одну из моих самых любимых тем. Про бюджетную, но хорошую и качественную косметику, которую я очень люблю. Я не обещаю, что все, что я покажу, это именно лучшие продукты на рынке, но это точно очень качественные продукты для своей цены. Я выбрала себе планку в 500 рублей и буду стараться не зайти за нее и начинать с более дешевого. И также говорить я буду в основном про декоративные средства или какие-то уникальные средства, потому что понятно, что если брать сегмент гелий для душа или молочка для тела, то почти любое дешевле 300 рублей будет прекрасной работать. Первое, это спиртовой раствор с лицевой кислоты за 8 рублей из аптеки, 2%. Почему я хочу его отметить? Потому что сколько бы вы не покупали дорогие тоники с АХ-кислотами, которые отшелушивают кожу, сужают поры и борются с прыщиками, они все равно все на основе салицилового спирта или салициловой кислоты. И когда мне надоедает захламлять квартиру и тратить деньги, я просто покупаю салициловый раствор и точечно наношу на какие-то прыщики или воспаления и добавляю в самый бюджетный успокаивающий тоник с ромашечкой половинку этой бутылки и получаю отличный качественный дезинфицирующий кожу тоник, который работает точно не хуже, чем эти дорогие. Похожая ситуация с циндолом, тоже рублей 70 в аптеке, вот такая вот болтушка, которую прописывают обычно при каких-то сыпях и неведомых высыпаниях на коже. Так вот, я покупала очень много средств от прыщиков, которые сделаны специально для этого, различных болтушек, от 800 рублей до 1500, и честно говоря, все они только сложнее в использовании, ужасно пахнут, причем сравните, да, 800 рублей и 70. И все равно ни одна американская, корейская или европейская болтушка или даже мазь от прыщей не работает лучше, чем обычный циндол, который вы просто встряхиваете, макаете в одну палочку и на ночь, на чистую кожу, носите на прыщик и на утро смываете. Дезодорант кристалл. В России найти непросто и в основном это будет подороже. В Таиланде же на каждом углу и рублей за 70 вы можете его приобрести. Плюс, по сравнению с любыми другими дезодорантами, даже если вы покупаете его за 500 рублей, он все равно стоит своих денег, потому что он почти вечный, и потому что он совершенно точно без вредных веществ, которые очень нежелательно носить на подмышечные зоны. И в принципе еще и работают хорошо, поэтому за дезодоранты кристаллы практически любые я двумя руками. Хочется отметить бальзамы Maybelline Baby Lips, но не бесцветные версии, ибо все-таки версия, которая идет в Америке и Азии с квадратной такой крышечкой, качественней и с гиалуроновой кислотой, намного лучше увлажняет, удерживает вакуум. Но именно цветные, которые в России и СНГ представлены, мне очень нравятся, потому что это легкий оттенок и при этом хороший уровень увлажнения, такая ненавязчивая вещь, которую вы бросили в косметичку, на ходу что-то там намазали и готовы дальше бежать по своим делам. Хорошая вещь для студентов, учеников школы, младых мам и для всех, кто не любит пользоваться помадой. Похожая вещь, немного подороже, сейчас есть в магазинах подружка, Тони Молли, кажется, да, вот эти кролики, такие вот бальзамчики очаровательные, у них около 10 оттенков, каждый имеет определенный цвет, соответствующий ему запах. У меня персиковый, и он очень здорово пахнет, весьма удобный, я не помню, по чем брала, кажется, рублей 170, называется Petite Bunny Gloss Bar, очень рекомендую, особенно персиковый. Дальше рублей примерно за 180, покажу вам классные карандаши для губ, и вообще в этом сегменте нереально возросло качество за несколько лет, и даже за такую бюджетную цену можно найти потрясающие продукты, к примеру, Seventeen Long Lasting карандаши, и особенно модный 19 оттенок, такой трендовый, холодный, розово-пыльно-сливовый, стойкость на 4 с плюсом, но они очень удобные в обращении, и они наносятся ровнее, чем MAC, к примеру. Чуть похуже стойкость, где-то на 4, но прекрасное, абсолютно нанесение, и потрясающее, большая цветовая гамма у NYX, таких же в дереве карандашей, особенно номер 810 Natural, и различные там бежево-розовые, натурально-розовые и так далее, все очень-очень классные, их красивые вместо помады носить тоже, а также Ariflame, что доступно в любом каталоге, особенно оттенок Coral Ideal, выкручивающиеся карандаши, у этого оранжевый классный цвет, и когда я его ношу, меня все спрашивают, что это у меня на губах. Вот этот очень кремовый, он не требует помады, стойкость на четверку, но он как-то очень удобно съедается, и очень удобно потом поправляется снова, так что вот это самые мои три сумочные карандаша, которые я беру с собой, если нужно внезапно сделать себе какой-то более вечерний образ, или просто выглядеть более гламурно. Карандаша для глаз, очень рекомендую, Seven-Teen Waterproof and Long-Lasting, 50-й оттенок, это светлый бежевый карандаш-каял для глаз, вы можете высветлять им какие-то небольшие зоны, хоть бровку подчеркивать, на слизистые носить, корректировать все, что вам там хочется корректировать. Я обожаю вот эти вот блестящие карандаши для глаз, Holika-Holika. У них очень много оттенков, но я выбрала себе именно два самых светлых, более золотистые и более розоватые. И во многих последних видео, когда вы видите у меня очень сильный такой блик во внутреннем уголке глаза, это именно эти карандаши. Вот так вот они выглядят, хотите подсвечивать и внутренний уголок века, хотите серединку века, довольно стойкие, они легко тушуются, простые в обращении, в принципе, можно на слизистую, но только если вы линзы не носите. Это тоже такая карманная освежалочка, палочка-ворачалочка, я всегда беру с собой в полеты, чтобы по приезду выглядеть значительно более отдохнувшей, чем я есть. Но если вам не нравится то, что там именно различимые такие частички перламутра, а не сатин, то вам может не понравиться. Поднимаемся выше по цене, очень хочется отметить в миллион пятый раз Butter Glosses от NYX, я их считаю самыми лучшими, наверное, блесками на рынке, очень хорошая цветовая гамма, довольно нежная, но есть и такой вот подобный темный цвет, теремису и крем-брюле, и особенно они безумно крутые вместе вот с этими карандашами. Далее Maybelline блески Cover Elixir, весьма освежающие и молодежные, большой минус есть в том, что у них сильный запах и сильный вкус. Мне это, конечно, не очень нравится, ну а в остальном они очень хороши, вот так вот выглядят на свой, чем у них большая линейка, так что если вас не смущает вкус и запах, то думаю, что вам понравятся. Тинты от Tony Moly с ложным названием Kiss Lover Life Tint. Я думаю, что все тинты одинаковы, но каким-то образом эти более пигментированные, чем даже намного более дорогие и намного лучше наносят. Это самые хорошо наносящиеся вот такие вот классические тинты. Вот здесь покажу вам, как выглядит на губах. Линейка оттенков у них не очень, но качество, стойкость, пигментация, покрытие, то, что они губы делают пухлее, все остальное очень нравится. Далее, лимитка, которую мне подарила одна ученица. Если бы это был постоянный коллектор, я была бы очень счастлива. Это Faberlic, вот такой вот карандашик. Знаете, как одно время все пропускали Chubby Sticks, типа как Clinique и Revlon. У них невероятно сильная пигментация, невероятно удобная упаковка из всех стиков, вот таких вот помадок на рынке. Faberlic одни из самых лучших. Проблема в том, что они почему-то вот эту серию сделали лимитированный прошлым летом. Супер комфортные, и вот честно, качество раза в два выше их цены, поэтому если будут, то можно и нужно брать. И я себе еще буду брать такие. У меня и такой персиковый рыжий коралловый оттенок, и фуксия, и очень мне нравятся. Просто в упаковке они даже менее яркие, чем на губах. На губах просто бомба. Для сторонников вот таких вот очень жидких тональных основ сейчас придуманы вот примерно такие кисточки для макияжа, в которых есть небольшая дырочка, куда выкапаете продукт. И он дальше не проваливается, вам удобно с ним работать. Вот эта кисть стоит рублей 300, и вовсе это не Beyer Minerals, которая стоит 2000 рублей. Я ее нашла на Алиэкспресс или на ebay. Я вам оставлю обязательно ссылочку на нее. Случайная, совершенно кисть из синтетики, но оказалась очень качественной, и намного дешевле аналога, поэтому рекомендую. Румяна под номером 10, называется Adorable от Essence. Очень красивый оттенок. Особенно тем, у кого практически еще нет румян в косметичке, которые думают, они воспользоваться ли первыми в своей жизни румянами. Это очень хороший, очень свежий оттенок, которым сложно переборщить. Он очень ненавязчивый, деликатный. Ну и в общем, очень-очень красивый. Тушь на данную секунду, считаю, лучшей тушью в масс-маркет. Вот такую за 300 рублей от Maybelline. Есть много людей, которым она не нравится, но тем не менее, и громадное, еще большее количество людей считают ее лучшей тушью в масс-маркет. И даже, как я и говорила, лучшей тушью для того, чтобы украсить чужие ресницы, то есть для визажистов. Она действительно за счет веерной щетки и хорошей формулы, какая-то приподнимающая ресницы. Но кто ее не любит, это блондинки или люди с очень тонкими волосами, у которых также тонкие реснички, которые ее утяжеляются. В сегменте маникюра, пожалуй, фаворит Nail Look. Не так давно начала ими пользоваться. Обычно меня хватает только на однородный швак, но вот эти вот хорошо ложатся и быстро сохнут. А главное, оттенки и текстуры очень модные, поэтому даже меня они могут сподвигнуть на какой-то креативный более-менее маникюр. Стоят они в районе 120-150 рублей, и они продаются сейчас в региональных сетях, в Эфимоле и на Пудр.ру. Также их можно заказать. Вот эта вот линейка нюдовых оттенков идет с гель-эффектом, для того, чтобы они лучше распределялись и растекались автоматически по ногтю. И там сильный блеск. У меня же классические кремовые вот такие вот оттенки. Мои любимые. Это вот этот вот королевский синий, насыщенный, и такой как будто разбавленный, выбеленный бирюзовый. И сверху вот такие вот уже твидовые верхние покрытия. Среди кремов для век весьма рекомендую вот такой вот Time Freeze Instant I Live Serum от Lumine. Действительно слегка подтягивает, и правда у нее есть даже видимый эффект до и после. Если сфотографироваться до и после, кожа будет поровнее в результате, более подтянутая. Есть немного первомутра. Покупала рублей за 450. И в принципе из того, что можно купить за 450 рублей в ближайших магазинах, это один из лучших вариантов. И еще в этой серии есть второй продукт, который даже с еще большим эффектом. Просто он все время раскуплен. Это я бываю. Из сухих теней просто бомба. Catrice. Вот такие вот новые. Называется Matte Eyeshadow. Они на самом деле сатиновые. Они матовые. Особенно 0,10 оттенок. Подарила опять же мне моя любимая ученица Наташенька, которая дарила со словами, они бюджетные, но они безумно классные. Их можно использовать просто для всего. И они даже слегка такой деликатный хайлайтер. Я вам очень-очень их рекомендую. Особенно вот этот цвет. Он настолько деликатный. В нем есть легкий такой золотисто-молочный перелив. Настолько они прекрасно тушуются, подсвечивают. Я иногда даже наверх скулы к ваду. Но просто очень хорошие тени за очень маленькие деньги. Vanility Hair. Вам нужно просто их потрогать. Они очень шелковистые. 0,10 оттенок. Повторюсь. Также очень любимые и весьма часто используемые тени Max Factor 430 Shooting Star. Это тени, которые я дважды купила за последние месяцы. Первый раз, когда я снимала видео для Max Factor, потом у меня выпросила их моя родственница, я поняла, что с ними очень быстро, очень просто делается мейк вплоть до свадьбы. Понимаю, то есть очень красивые, розовато-сливовые оттенки, очень деликатные, хоть пальцем наносятся. И поняла, что жить без них не могу, но мне снова они нужны. Я снова пошла и купила. Все остальные цвета этой линейки тени как тени, а вот именно 400-300 какой-то супер классный. Хороши также тени от Divash, причем все три вида. Гестрёшки с сильным перламутром, они очень напоминают то, как раньше делали люксовые тени. То есть такой вот заметный шиммер. Световый цвет в них не всегда качественный, но темные, средние, обычно хорошие. Запеченные вот такие вот тоже весьма-весьма. Это такой сатиновый, перламутровый, красивый финиш. Хорошо используются и как хайлайтер, и как отдельный оттенок теней. И вельветовые вот такие вот. Я единственное хочу поругаться немножко на эти тени. Тестеры в магазинах более кремовые. Может быть, это происходит от условий хранения. Реальные тени немного посушены, тоже очень даже качественные. Легко наносятся, очень легко тушуются. А вот те первомутровые запеченные, они даже чуть кремовые на ощупь. По качеству похожи на более дорогие от Isadora. Но Isadora, кстати, тоже на тестере почему-то более кремовые, чем в продукте. Если говорить про бюджетные средства автозагар, то самый любимый спрей автозагар микрораспыление. Гарниер ровный загар, который для лица. И правда, ровненько получается. Легкий запах сженой кожи на утро. Но тем не менее, можно умыться. Загар останется, запах исчезнет. Кожа получается более отдохнувшая, светящаяся. Иногда экспресс так подправляю свой загар, который почти смылся у меня. Пятны с ним, в принципе, бывают редко. Плохие отзывы тоже редко. Вот именно за счет того, что очень много на него положительных отзывов у конечного пользователя. Могу, наверное, его рекомендовать. На этом все. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, то вот здесь где-нибудь оставлю ссылки на предыдущие видео подобного рода. То, что, как вы уже поняли вначале, я обожаю именно этот жанр. И искать супер продукты в масс-маркет очень люблю. К тому же я знаю, что чаще всего на тех же самых заводах делаются дешевые продукты. И в основном дешевая косметика это не плохой состав. Это просто большая партия этой косметики. И довольно дешевая упаковка. Так что с удовольствием роюсь на прилавках в надежде найти что-то хорошее. Если вы что-то хотите посоветовать до 500 рублей супер классное, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну и все. Пока. До новых встреч.